Танцам все возрасты покорны. В Архангельске уже пятый год реализуется проект «Студия хорошего самочувствия». Люди красивого возраста приходят на площадки города и просто танцуют. С ними занимаются инструкторы, которые помогают освоить азы мастерства. За пять лет работы проекта к искусству приобщились более 600 архангелогородцев. Попробовала себя в танцах и Анна Рязанова. Считаете себя уже профи танцев? Да, да, да. Чтобы начать заниматься такими танцами, мастером быть не обязательно. Да и профессионалов здесь не готовят. Главная задача проекта «Студия хорошего самочувствия» – помочь людям старшего поколения отдохнуть душой и подтянуть здоровье. Слова пенсионеры, бабушки, дедушки, люди преклонного и пожилого возраста здесь считаются практически ругательствами. Ну а вообще, кроме шуток, учеными доказано, что занятия танцами для людей очень полезны. В частности, стабилизируется уровень артериального давления, улучшается сон и нормализуются пищеварительные процессы, повышается уровень серотонина в крови, то есть гормон счастья, исчезают все стрессы. Энни Макееву на своем уже девятом десятке на площадке оказалось не случайно, а в юности занималась танцами и гимнастикой. Затем академический отпуск в 50 лет. И вот, наконец, взялась за старое и раскрыла секрет счастливого долголетия. Радоваться жизни просто, вот и все. И не быть хмурым, здесь весело, здесь все настроены хорошо. Когда давно занимаешься, уже тут многих узнаешь и приходишь, обнимаемся все. От разминки до вальса и даже танго. Если кто-то думает, что эти танцы для слабаков, то он явно ошибается. Отличник физкультурного спорта России Николай Жерихин технику танца не может освоить пока даже в голове. Поэтому от паркета предпочитает держаться на расстоянии. Вообще, конечно, люблю танцы. Это святое. Мы начинали с 12 человек, была одна площадка. Теперь у нас вот, наконец, на начало 18-го года у нас 22 площадки, и где-то человек 600 ходит уже. Единственная проблема проекта – нехватка помещений. Но и здесь организаторы мыслят масштабнее. Планируют выходить на региональный уровень и создавать новые танцевальные площадки в районах области. Анна Рязанова, Светлана Михеевская, Регион 29.